Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать про новые тепловизоры, которые выпускаются под нашей торговой маркой RICO-NV. Это тепловизоры серии GIPNOS. Линейка GIPNOS довольно широкая, тепловизоров у нас много. Модели отличаются тепловизионными матрицами. Есть модели с матрицей 640 на 512 пикселей, есть тепловизоры с матрицей 384 на 288 пикселей. Сенсоры во всех моделях одни из самых современных. Размер пикселя 12 микрон, сенсоры высокой чувствительности. Параметр NET-D, который отвечает за чувствительность менее 25 микрокельвинов. Также модели тепловизоров GIPNOS отличаются размером объективов. У нас есть модели с фиксированными объективами. Это 15 миллиметров, 19 миллиметров, 35 миллиметров, 25 миллиметров и 50 миллиметров. Это классические объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Но у нас есть также более интересные модели GIPNOS, у которых название модели заканчивается на букву D. Это GIPNOS 350D и GIPNOS 650D. 300 и 600 это размер матрицы. Значит, в чем особенность этих объективов? У этих объективов переменное фокусное расстояние. Объектив здесь немножечко больше, ну ощутимо больше. У него есть переключение. Переключение фокусного расстояния. Как это работает? В положении 1 фокусное расстояние объектива 25 миллиметров. При переключении кольца в положение 2 фокусное расстояние переключается на 50 миллиметров. Для чего это нужно? Приборы интересные и как это можно использовать? Если вы находитесь в условиях, когда у вас небольшие расстояния и вам важна ширина поля зрения, то в таком случае используем фокусное расстояние 25 миллиметров. Например, в лесу, на вышке, где небольшие дистанции. А вот когда вам нужно смотреть далеко и идентифицировать цель на большой дистанции, например, в полях, в таком случае переключаем прибор на 50 миллиметров, фокусное расстояние объектива переводим в 50 миллиметров и получаем уже дальнобойный объектив. То есть, фактически, если у вас есть гипноз 650D либо 350D, у вас как бы два прибора с фокусным расстоянием 25 миллиметров и 50 миллиметров. Это удобно и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Я сравнивал работу тепловизоров гипноз, в том числе в условиях высокой влажности, с приборами другого известного бренда, с которым мы раньше работали, но который, к сожалению, нас покинул, ушел из России. Не будем поминать его в суе, название этого бренда. Но я думаю, вы догадались, о ком я говорю. Так вот, я сравнивал несколько моделей гипнозов с приборами этого производителя. Во-первых, я сравнил старшую модель гипноза, 650-ю, 640-я матрица, 50-й объектив. И прибор другого производителя, 50-й объектив, тоже 640-я матрица. Наш гипноз оказался лучше. Дальше мне стало интересно. Я взял самую младшую модель гипноза, это 315-я версия, 640-я матрица, 15-й объектив. Но объектив здесь непростой. Относительно отверстий у него равно 0,9, и при фокусном расстоянии 15 мм физическая линза больше 20, 22 или 25 мм. Так вот, наш 315-й гипноз оказался лучше, чем прибор с 38-м объективом другого производителя. Музыка. 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 Также я снял видеоролик, в котором есть сравнение 335-й. Гипноза и этого же прибора другого производителя с объективом 38 мм. Опять же, наш 35-й гипноз оказался лучше. Ну, это неудивительно. Если 315-й лучше, то и 35-й тоже лучше. Музыка. 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 Мы вывели тепловизоры RICO NV Hypnos на рынок в конце осени. Это самое сложное время для тепловизионных приборов. Это условия высокой влажности и околонулевой температуры. Но, как я уже сказал, наши тепловизоры показали себя очень хорошо в этих сложных условиях. Мы постепенно выкладываем видеоролики на наши ресурсы, в которых показываем работу этих тепловизоров в разных условиях, на разных дистанциях. У нас есть ролики, снятые в лесу, ролики, снятые в полях, разная влажность, разная температура. Мы стараемся в каждом ролике указать реальную температуру съемок, влажность, а также дистанцию, чтобы вам было удобнее оценить работу наших приборов. Хочу рассказать про интересные возможности тепловизоров RICO NV Hypnos. Во-первых, это аккумуляторы. Внутри приборов Hypnos находятся два емких аккумулятора формата 650. Время работы при плюсовой температуре в районе 12 часов. Это довольно много. Также можно подключить внешний источник питания через интерфейс Type-C. В таком случае время работы этого тепловизора ограничено только емкостью и количеством ваших пауэрбанков. Другая интересная особенность этого прибора — это наличие так называемого умного дальномера. Что это такое? Это дальнейшее развитие стадиуметического дальномера, который был во многих разных приборах, но которым почти никто не пользовался. Здесь разработчики пошли немного дальше. Внедрили в этот прибор искусственный интеллект. Прибор умеет распознавать сигнатуры формы некоторых объектов, например, животных, человека. И когда прибору удается понять, что перед ним находится, он рисует в облачке над этим объектом дистанцию. Я бы не сказал, что это точная дистанция. Это, как и в стадиометрическом дальномере, позволяет оценить вам дистанцию до объекта. Это не лазерный дальномер, но, в принципе, опыт эксплуатации показывает, что дистанция плюс-минус соответствует. То есть, когда вы смотрите на поле, видите кабана, и он пишет, что до кабана 150-170 метров, так оно и есть. Это действительно именно такая дистанция. Я проверял, можете убедиться. Настройки изображений цветовых палитр у приборов RIC-NV Hypnos довольно обширны. Цветовых палитр здесь много. И есть нестандартные палитры, так называемый режим контура цели, когда ярко обводится только контур, а не сам объект. Объект при этом виден, но не яркий. И, скорее всего, не оказывает большой нагрузки на глаза. Если долго наблюдать, причем наблюдать именно в одном месте, то, я думаю, этот режим можно использовать. Он окажется комфортным для вас. Если у вас есть желание идеально отстроить изображение гипноза в зависимости от погодных условий, то в гипнозе можно настроить яркость, контраст, уровень шума и резкость. Это много, и каждый параметр вы можете регулировать в широком диапазоне. Это поможет, скажем так, настроить картинку под практически любые погодные условия. Ну, чем хуже погодные условия, тем, наверное, возникает желание побольше настроить. Гипноз Еще из интересного. У гипноза можно настроить яркость экрана и оттенок экрана. То есть вы можете выбрать тот оттенок, который комфортнее для ваших глаз. Тут можно синий, красный, серый сделать и так далее. Также можно отрегулировать яркость именно экрана. Эта яркость не будет сказываться на видеозаписи, но это будет сказываться на свечении экрана. То есть можете выбрать комфортный для своих глаз. Вот. Еще одна интересная особенность тепловизоров гипноз – это стабилизация изображения. Если включить этот режим, то тепловизор гипноз будет компенсировать дрожание рук. При включении режима прибор переходит в режим цифрового увеличения всего лишь на 0,1, но при этом он компенсирует дрожание, которое возникает при удержании прибора, при ходьбе, либо при движении. Вот сейчас я направил объектив на нашего оператора Сергея и сейчас включу стабилизацию изображения. Давайте посмотрим. Вот я просто держу руками, а вот включаю компенсацию и изображение более стабильным. Не проще это оценить, потому что я одновременно смотрю как в окуляр прибора, так и вот просто на Сергея другим глазом. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по тепловизорам Рико-НВ гипноз, задавайте их в комментариях, я вам лично отвечу. А пока посмотрите видеоряд, который мы сняли со всех этих приборов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок